МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Не доглядели. На ферме у Петриковским районе загинули теляты. Чорное золото полеу. У регионе распачалася уборка рапсу. Напередо дни 30-ти годзя у «Гомеля» отбылся урочистый сход, присвеченный дню створения податковой службы. А зараза б гэтым и иншим – больш подробязна. На «Гомельщине» протягивают надавать значную увагу подтримцы отстающих сельско-господарчих предприемствов. Шляхи выращения иснуючих проблем – самые розные. Подручение старшине «Гомельского обловы канкама» с восени минулого года. Отстающая фермы передадзены под особистую отказность керавников райвы канкамау. А у Петриковским районе, до прикладу, как полепшить финансовую ситуацию – одно из господарок. Принято решение долучить яеда больше мощной и стабильной. Агрослобода – одна из самых отстающих господарок у Петриковским районе. Проблемы тут означаются пылный час. Низкие надои молока, недостатковые приваги и, как выник, дренные экономичные показчики. А некольки дзен тому на ферме «Конковичи» отбылось надзвычайное здарение. Супросовники господарки знайшли некольких загинувшихся лят. Собаки дикие ворвались непосредственно в кошару, где находились животные, ну и разорвали. Естественно, конечно, наказание будет. Административный план мероприятий, как в районе, так и в хозяйстве, так же и в области. Сейчас исполняет обязанности начальник управления сельского хозяйства именно смотрят за данным хозяйством, покуда не пройдет реорганизация данного хозяйства. Головная причина у всех бед господарки Агрослобода – безгосподаршость. За пошние полгода сменились два руководителя. Никто с их не с долей у выправить иснуючую ситуацию. Еще месяц тому коллективом предприемства был накерованный «Зворот» до уладов с просьбой принять необходимые меры. По поручению губернатора данное хозяйство будет присоединено к нашему флагману – это полиция «Агроинвест». Это мощное хозяйство. Исполнять обязанности в данном хозяйстве буду я до присоединения. На все юридичные процедуры спотребится приблизно месяц. Весь этот час первый наместник старшини Петриковского района Канкама будет контролировать литерально все вытворшие процессы на двух молочно-товарных фермах. Дальше специалисты господарки «Полесья Агроинвест» уже деталево знакомятся со станом справ на будущих объектах. Вядомо, что в ближайший час на ферме Конковичей проведут ремонт двух телятников, где разместят новый молодняк. Усяго 480 голов. Плануется, что про спаугода они будут приносить до 6 тонн молока круглосуточно. И, зразумело, значная увага будет надаваться подтриманию парадку на территории. Дмитрий Котов, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук. Телерадио компания «Гомель» Петриковский район. В регионе набирает обороты компания по уборце озимых сельско-господарших культур. Один из ее наиважнейших этапов – уборка рапсу. Рослинах это вельми своя особливая и навод капризная. Мноство внешних факторов уплывают на ее уродливость. Про тяг темы у репортажа «Миколая Скинтияна». Рапс – одна из самых выгодных и безотходных сельско-господарших культур. Сборжа – ценная сыровина для маслотушевой промысловости. Остатки после перопроцовки идут на корм для живел. Морудить зуборкой нельга, а ледажи вымушают срабить перопынки. Ты мне меньше праца еде. Тяжкая и отказная. Головный комбайнер предприемства «Дзержинский агро» Миколай Шумков – «Другий сезон». Докладно разумею всю значность и складанность процессу. Кто заготовит зерновое, кто заготовит тот же самый сенаж, для того, чтобы было молоко или мясо, или еще что-то. Все, все, да. Мы стратегии, мы хотим, рвемся, работаем. Кто не хочет сюда, не пойдет работать. Ну вот, посмотрим, после дождей сегодня первая машина пришла. Какая будет влажность? Ну, я думаю, влажность будет порядка 20%. Сейчас это будет видно на приборе. Мы это посмотрим. Узровень вильготности Амаль – 23%. Норма – 6,7%. Агроном Алексей Шербич свяжает. Мородить зуборкой и сушкой сборжа – нельга. Солитарапс перезимовал знач налеп, чем в минулом сезоне. У планах у некольки разов примножить ураджай с 2019 года. Планируем собрать рапса, порядка 470 тонн со всей площади. Прошлое в году у нас было очень меньше площади. Было больше гибели, поэтому в этом году к уборке гектар намного больше. Працелники предприемства на дождине скардятся. Так, ци иначе, животворная вильгать сприяльно уплывая на иншую сельско-господарчую культуру. Кукурузу, бульбу, шматгадовые травы. Что тычится уборки рапсу, аграры глядят на ситуацию с оптимизмом и упевнены, что справятся с задачей, как треба. Миколай Скинсиян, телерадио-компания Гомель Зарачевского района, припотрымце агентства теленавинов. У гэтую неделю податковой службе Беларуси исполняется 30 годов. На переддне профессийного свята у Гомеля отбылся урочистый сход. У делу им принял министр по податках и сборах Республики Беларусь Сергей Наливайка. За поспяховую працу супрацовники областной податковой инспекции отримали хоноровые грамоты и подарунки. Министру першую чергу отзначил зладженную працу у сяго коллективу, який на высокем узровне выконвая поставленные задачи. Перш за все наполнение бюджету. У Гомельской области яго формирует 19 тысяч юридичных особ, а маль 30 тысяч индивидуальных предпринимательников и больше, как 450 тысяч физичных особ. Поступление у консолидованный бюджет в области за 6 месяцев года перевысили 1 миллиард рублев. У темлику у республиканский бюджет пераличено больше, 200 миллионов рублев. У Мясовая – 872 миллионы. По мере развития белорусской суверенной державы, податковая служба нашей краины пройшла шлях по этапного реформования. У правнания с большей частью краин Евросоюза мы маем один из самых коротких пераликов податков и больше низкие ставки. 98% доброохотных платежов досягаются за кошт самых сучасных и инновационных подыходов. У приватности в области створены центры по обслугованию платежщиков с выкорыстанием системы электронной чарги. Это значный экономик час, как специалистов, так и податка платежщиков. Протягивается работа по информатизации Галины. Мы для себя ставим задачу в 2023 году выйти на предварительное заполнение декларации для платежщиков. 90% субъектов хозяйственников предварительно будут от нас получать уведомления с начисленными налогами. И уже их право будет воспользоваться этой предварительно заполненной декларацией или использовать какие-то свои имеющиеся ресурсы. Пандемия COVID-19 оказала уплыв на многие сферы. Узначные меры потерпела туристичная Галина. Однако не все ее представники скарзятся на проблемы, а не которые навод знаходят плюсы уяснуючей ситуации. Говорка об развитии внутренного туризма. Поколь большинство популярных туристических накерунков недоступна, белорусы все частей выбирают отпочинок у родной краине. Дмитрий Котов наведал туров и доведался, как зараз идут справы у одним из самых популярных у Аматрау подорожжа у городов. Увагу туриста у самых разных кутков света – один из самых старожитных городов Беларуси Туров привабливая у любую пару года. И он приходится до спадобы паломникам, фотографам, рыбакам и палевничим. Величные помники архитектуры, гисторичные маршруты, зеленые луги и сучасный сервис – все это только невеликий перолик причин – приехать у Туров. Ходят и местные, и очень много приезжают с Минска, поэтому приезжают за границей очень много на охоту, на рыбалку. Развитие туризма – один из приоритетных накерунков в работе открытого акционерного товариства Туровщина. Предприемство пропонует гостям самые разные виды туристичных послуг – палевания, рыбалку, экскурсии на вытворчность, а так само по объектах исторической спадшины. Эти местные используются популярностью сирот-орнитологов, уличивающие великую популяцию разностайных редких видов птушек. Дорожный опыт на местные послуги селета, уличивающие эпидемиологическую ситуацию, практически не снизился. Замежных клиентов, зрозумело, по кульням. Ранее особо часто приезжали из Италии. Зато я больше стала белорусских туристов. Вначале я немножко ощущалась, потому что мы потеряли в марте месяце охотников итальянских. Мы стараемся сейчас восполнять эти пробелы. Действительно, на самом деле сейчас спрос большой, потому что даже ввиду того, что закрытые границы с соседними нашими странами, с Россией, с Украиной, поэтому туристы, как правило, стараются уже отдыхать у себя. То есть работаем большую часть теперь на внутренний туризм. Сами туристы, значит, наши потенциальные клиенты и туристические компании, они звонят и говорят, мы хотим теперь работать внутри. Мы раньше работали на выездной туризм, на Турцию, на Египет, на другие европейские страны. Сейчас, говорит, немножко поменялось направление, поэтому мы за счет этого выигрываем сейчас. То есть восполняем пробелы таким образом. Как за счет и заставаться запотрабованными, необходимо развиваться. На предприемстве это добро разумеют, и тому, как заработать от подшинок гостей максимально комфортным, недавно провели реконструкцию своего самого буйного туристичного объекта. Клиенты оцинили. Как правило, мы стараемся не упускать клиентов, которых уже завоевали. То есть хотим таким образом сделать так, чтобы они были нашими постоянными клиентами. И они уже облюбовали наши места и приходят к нам и говорят, ой, у вас что-то изменилось. Ну, изменилось, конечно. То есть это ощутимо, которые уже туристы были у нас и приходят опять. Они уже как дома и чувствуют, что что-то в доме изменилось. Тему туризму на предприемстве Туровщина протягнуть, развивать. У супрацовников исснує не мало задумок по удосконаленні туристичного сервісу. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район. У «Гомель» стартовала акция «Безпечное лето». Специалисты освода проводят сустрэчы с працовными и навучальными коллективами. Супрацовники вратовальной станции «Заходняя» провели лекцию по правилах безпеки на воде и майстер-класс по вратаванне. На мероприемстве собрались замежные студенты Техничного университета и Мясухоха. Гэтая молодые люди у зоне рызыки. Яны не ведают, як звернуться за допомогой при надзвычайной ситуации. Мероприемства в рамках акции «Безпечное лето» запланованы на протягу усяго купального сезона. Обучаем население. Сейчас мы набираем со стороны школы учеников, которых будем обучать на матросов-спасателей, чтобы они имели навыки по медицине, по правилам спасения утопающего, то есть гребли на лодках и так далее. Также мы проводим экскурсии, проводим теоретические и практические занятия со всем населением. То есть это не только школьники, не только несовершеннолетние, а также рабочие коллективы. Гэтая так сама иншая новина. Информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «де-факто» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Калинковичском районе безработный напал на женщину прямо у нее в доме и забрал все деньги. Разбой произошел накануне вечером. 89-летняя жительница Калинковичского района уже ложилась спать, когда в ее доме неожиданно появился незваный гость. Мужчина выставил стекло в оконной раме, пробрался внутрь и под угрозой физической расправы стал требовать деньги. Пенсионерка отдала последние сбережения. Разбойник ушел. Утром следующего дня женщине позвонил родственник. Узнав о случившемся, сообщил в милицию. Прибывшие на место происшествия оперативники быстро нашли подозреваемого. 39-летнего местного жителя доставили в районный отдел, где он дал признательные показания. Нигде не работающий мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности. На этот раз ему не хватило денег на алкоголь, и он пошел на преступление. Похищенные деньги к утру успел потратить. Возбуждено уголовное дело. Еще одна история с градусом. В одной из аптек Мозыря пьяный мужчина разбил головой в витрину после того, как узнал, что там закончилась настойка календулы. Чтобы успокоить пьяного дебошира, фармацевту пришлось вызывать наряд милиции. В понедельник днем, зайдя в аптеку, нетрезвый мужчина сразу поругался с другим посетителем. Потом, явно не для медицинских целей, стал требовать настойку календулы. Узнав, что препарата нет в наличии, 34-летний покупатель взбесился и разбил головой в витрину. А для пущих разрушений еще и ударил кулаком по монитору кассы. После этого, осмотревшись, хулиган поспешно скрылся. Задержали его в соседнем магазине, где он также устроил скандал. Экспертиза обнаружила у него в крови 2,4 промилле алкоголя, а послужной список его нарушений не уместился бы на страницу. Только за прошедшие полгода задержанный уже 10 раз получал административку за распитие спиртного в общественном месте, мелкое хулиганство и повреждение чужого имущества. Перейдем к дорожной обстановке. Здесь в последнее время не дня бессерьезных происшествий. Усугубляют ситуацию велосипедисты, которые, вопреки требованиям правил дорожного движения, отказываются спешиваться на пешеходных переходах. Накануне утром жительница Калинковичей 1974 года рождения, управляя автомобилем «Опель Корса», двигаясь в направлении Мозыря по крайней правой полосе, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, совершила наезд на 40-летнего мазырянина. По предварительным данным, тот наискосок пересекал дорогу на велосипеде. В результате с переломом обеих костей правой голени и ушибами велосипедист доставлен в больницу. А сегодня около полуночи в Гомеле на Реческом проспекте под колеса такси угодили сразу два владельца двухколесного транспорта – велосипедист и человек на самокате. К счастью, в этом случае повреждение получил только транспорт. И еще одно происшествие. Накануне в Светлогорском районе произошло ДТП с участием мопеда. В 17.20 неработающий житель Светлогорска, управляя мопедом «Рига-13», который не был допущен к участию в дорожном движении, на 40-м километре автодороги «Жлобин-Светлогорск» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где опрокинулся на проезжую часть. В результате с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», «рваная рана головы и ссадины» мужчина доставлен в районную больницу. Водитель не имеет водительского удостоверения и находился в состоянии алкогольного опьянения. Гомельские пограничники задержали россиянина, который пытался незаконно попасть в Украину. 24-летний уроженец Республики Дагестан 8 июля направлялся через границу к знакомому в Киев с целью трудоустройства и дальнейшего проживания. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой и ограничением въезда иностранных граждан в Украину не был пропущен сопредельной стороной и был возвращен в Беларусь. Для достижения своей цели он принял решение пересечь границу в обход пунктов пропуска, но был задержан. Иностранец доставлен в изолятор временного содержания. За нарушение пограничного режима и покушение на незаконное пересечение границы в отношении него начат административный процесс. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель. Новости спорта» в студии Павел Михно. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Гомель» начал подготовку на льду. Перед этим команда провела микроцикл на земле по две тренировки в день. Подготовительный процесс начался бодро. Проскачиваться у команды времени нет. С 30 июля по 1 августа пройдет турнир памяти Александра Дубков в Гродно. На сегодняшний день в составе есть незакрытые позиции. Претенденты на них находятся на просмотре. Состав команды сохранился на 80%. Однако тренерский штаб всегда в поиске. Сейчас рассматриваются легионеры из России. Цель Сергея Стаси – найти оптимальные комбинации пятерок и состава. Особенное внимание главком России уделяет наработкам схем в большинстве и меньшинстве. «Вы знаете, мы собрали ребят, провели тестирование. На удивление, я думаю, что 80% ребят оказались в неплохой физической форме, что радует. Видно было, что кто-то занимался по индивидуальному плану, который был им выдан. Кто-то, наверное, посчитал это ненужным. Но, во всяком случае, я доволен, в каком состоянии команда пришла на первый день сбора. Никому место не зарезервировано. И мы будем искать оптимальные сочетания, оптимальный состав, оптимальных ребят, которые подойдут под нашу систему. По составу поменялось у нас, может быть, 20% ребят, которые новые, с которыми нужно будет поработать по системе, по структуре нашей. Конечно, это займет время». За время отпуска команды в Ледовом дворце провели ряд ремонтных работ. Заменили скамейки запасных, обновили акустику фойе второго этажа, установили световые пушки над ареной и камеры для фиксации положения вне игры. Работы продолжаются. Сейчас разрабатывается проект нового «Медиакуба». В межсезонье занимались не только материальным обеспечением. Руководство клуба продолжает работу по развитию детского хоккея и обмену опытом с московским «Спартаком». «Обстановка, которая эпидемиологическая, не позволяет сегодня команде московского «Спартака» приехать на притисезонную подготовку на сборы в Гомель. Хотя мы готовы, базу подготовили, с нецерпением их ждем, но получается так, что в связи с тем, что нельзя пересечь границу, российская команда не может приехать на спортивную подготовку на сборы в Гомель. Но мы будем ждать, мы приглашаем, они не отказываются зимой на зимнее, когда будет международная пауза, приехать на двухнедельный сбор зимой в январе месяце». В ближайшее время состоится встреча со спонсорами для определения задач на этот сезон и будет разработан план по работе с болельщиками. Перед стартом чемпионата руководство клуба, главный тренер и команда проведут традиционную предсезонную встречу. Конкретная дата будет определена позже. А на этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4».